Если пойти от обратного, то антигиперметрная терапия действительно защищает человека от сердечно-сосудистых осложнений, в частности от церебровоскулярной патологии, несколько больше, чем от коронавирургенной заболеваний сердца. Это опять же говорит о преимущественном значении для головного мозга, для его сосудов, артериальной инферклинии. Следующий вопрос, пожалуйста. Хотелось бы еще отметить в продолжении сказанного сегодня, что для головного мозга повреждающим влиянием не только высокое давление и его неконтролируемое повышение, а различные колебания. Колебания в течение суток, вариабельность высокая, колебания в течение дня и ночи, это опять же ночное повышение и ночное чрезмерное снижение давления. И отрогенное снижение артериального давления, опять же, повреждающее действие на головной мозг, на паренхиму. Мы знаем, что вот эти мелкие очаги в белом веществе, они возникают именно когда артериальное давление у пациента вроде бы гипертоника впадает, и возникает гипоперкузия, то есть разочего развиваются вот эти очажки. После 505 лет в основном это пульсовое высокое давление, то есть это вариабельность исторического относительно диастолического артериального давления. И следующее стопа. Хотелось бы отметить, что под влиянием артериального гипертензиса в сосудах и в гипотечистке головного мозга развиваются как функциональные изменения, так и структурные. Опять же, в этих претендациях было сказано, что имеется субклиническое поражение органов и тканей, органов и шеи в частности. Это гипертрофия левого желудочек для сердца, это микроэгуминурия или снижение фикторационной способности почек, для почек. А для головного мозга субклиническое поражение, в общем-то, проявляется теми изменениями, которые мы уже описываем с вами как структурные. Но зачастую эти пациенты уже имеют клиническое поражение, поэтому как же его назвать субклиническим? Хотелось бы, скажем так, ловить, если можно так назвать, этих пациентов, когда действительно это субклиническое поражение. Клинический не проявляется, но опять же в ассоциации с тем, что у них есть сосудистый факт жизни в виде колебания актериального давления. Следующий факт, пожалуйста. Мы знаем, что сосуды головного мозга могут поражаться, в общем-то, и атеросклеротическим процессом. И в этом процессе заинтересованы, в принципе, им, скажем так, НДТ, и в том числе, и НДТ является предстателем атеросклеротического процесса. Но мы знаем, что основным органом решения для атериальной реперденции является микросоклеротического мягуса, это мелкие сосуды. В принципе, рассматривается вопрос, когда разряжение капиллярной сети, в общем-то, является сопутствующим, обязательно, скажем так, процессом, но в том числе и как причинный факт. То есть разряжение капиллярной сети приводит к повышению общего периферического сосудистого сопротивления, возвращает вот эта пульсовая волна в систолы, в общем-то, это сегодня уже рассказывалось активно, и приводит к увеличению жесткости сосудов, к увеличению гипертрофии левого желудочка, к уменьшению перфузии миокарда, диастолы, в конце концов, развитию сердечной недостаточности. То есть это те процессы, которые могут прибыть и ассоциировать с артериальной гипертензией в сердечно-сосудистой системе. А вот в головном мозге меркороциркуляторное русло имеет особое значение. Прежде всего, это связано с тем, что капилляры головного мозга несколько отличаются от капилляров других органов и ткани. Первое, что хотелось бы сказать, что капилляры головного мозга самые мелкие. В результате этого их облитерация происходит, может быть, скажем так, быстрее. С другой стороны, капилляры головного мозга не настолько какой-то необходимы для перфузии того вещества, которое мы имеем. Поэтому облитерация одного образа, наговоря капилляров, уже приходит к структурным изменениям для счетов головного мозга. Много разницы полотерали, сильно выражены обменные процессы в эндотелиоцитах капилляров, что требует огромных энергетических затрат. И становятся эти капилляры становятся наиболее чувствительными повреждающими факторами. И поэтому трудно представить, что они не будут поражаться при таком сильно действующем факторе, как артериальная гипертензия. С другой стороны, мы знаем, что эндотелиоциты, то есть это как бы самые мелкие сосуды, состоят преимущество эндотелиоцитов, являются основным структурным компонентом гематериоцитовического бордера. Поэтому нарушение функции эндотелиоцита приводит так или иначе к нарушению функции гематериоцитовического бордера. Нарушение его проницаемости приводит к тем структурным изменениям уже в ткани головного мозга, которым мы ассоциируем с старением. Можно сказать, что артериальная гипертензия вызывает преждевременное осталение вещества, все дегенеративные процессы в самом веществе головного мозга. С другой стороны, это нарушение автономной регуляции моркового кровотока. То есть нарушение эндотелиоцитовического бордера приводит к нарушению перераспределения крови, в зависимости от того, где функционирующие ассоции. В результате этого мы имеем нарушение перераспределения в ответ на функцию. То есть сужение коридора допустимо на этой гиперемейке функционирующей зоны. Сначала это идет функционально. Когда выкрепляете это структурно, достаточно трудно на это повлиять. Вот так вот выглядит капилляр головного мозга. То есть вы видите отличие от него. Все должно пройти через сам эндотелиоцит для того, чтобы попасть или уйти из вещества головного мозга. Поэтому какая огромная нагрузка на сам эндотелиоцит, на его энергетические затраты. Следующий этап, пожалуйста. Таким образом, мы можем сказать, что по действиям артериальной гипертензии вещество головного мозга, вследствие поражения сосудов головного мозга может поражаться или нарушаться функция головного мозга в результате действия двух процессов, в основе которых тем видом путем все равно лежит эндотелиоцитическая дисфункция. Если это эндотелиоцитический процесс, то мы знаем, что эндотелиоциты – это предстадия атеросклероза. Если это осложнение артериальной гипертензии как таковой, нарушение поражения микроциркуляторного мозга и мелких аптеляров, то мы знаем, что те структурные изменения, которые происходят в этом процессе, происходит именно после того, как, в общем-то, нарушают функцию эндотелиоцитов и это является этим результатом. Следующий слайд, пожалуйста. В принципе, рассматривается, что эндотелиоцитическая дисфункция является чуть ли не одной из, одним из деньев начала реальной гипертензии, то есть какая-то из причин в процессе патогенеза. В общем-то, этому есть ряд оснований в этом думать, но, скорее всего, что эндотелиоцитическая дисфункция является действительно определенным звеном патогенеза, поражения головного мозга при артериальной гипертензии и является, с другой стороны, точкой приложения. В принципе, механизм действия биологически активных веществ основан на процессе, скажем так, борьбы противоположностей. То есть это весы, это баланс, который отвечает немедленным потребностям в данном конкретном месте, который обеспечивает контроль над тонусом сосудов, над гемостатом, следующий слайд, пожалуйста, над пролиферацией, то есть структурой сосудов и над процессами, которые происходят в самом коронавирусном росте, это воспалительные или иммунные реакции. Таким образом, эндотелиоцитическая дисфункция рассматривается как нарушение этого баланса в сторону противоположного от оксида азота, как основного действующего вещества, за счет либо уменьшения его количества, либо за счет увеличения количества противоположных. С другой стороны, механизм материальной дисфункции можно рассмотреть следующим образом. Это снижение количества субстратов, с которого синтезируется оксида азота, это нарушение ферментативного процесса, то есть процесса образования оксида азота, это ускоренное разрушение самого оксида азота, как в процессе, допустим, свободно-радикального окисления, и это, конечно же, комбинация механизмов. Как оказалось, у меня Тамара Сергеевна, надо поддерживать очистительного производителя, хотела бы вам предложить вариант, как можно попробовать воздействовать на вот это звено, на начальных этапах, когда еще эти структурные процессы не родились, то есть не родилось вот это вот тут клиническое поражение органов решения волокнового мозга, в данном случае это субстратная синтеза оксида азота, следующий слайд, пожалуйста, и в принципе его экзаменное, то есть внеобведение, обозначено за счет того, что это полузаминоги, неноминимальная кислота, которая в организме синтезируется в незначительных количествах относительно потребности, следующий слайд, пожалуйста, и когда мы вводим этот препарат, это антиоксидантное действие, это препятствие отчисления у факторов, участвующих в этом ферментативном действии, тормозит отчисления липопротеидов низкой плотности, то есть это вот то свободно-радикальное отчисление, которое может уменьшать неудоступность азота, это, в общем-то, склонение образования именно азота, когда энергия идет не по альтернативному пути, и восполнение количества субстратов в процессе, когда субстрата надо больше, это любой стресс, это рост, это старение, это хроническое заболевание, то есть это многих процессов. Следующий вот интересный момент, он сначала субстратом для синтеза агматина, который является нейромедиатором, и который, смотрите, что делает, заблокирует иногда рецепт, то, к чему мы стремимся, когда мы говорим о нейропротенции, то есть это активация эндогенов механизмов нейропротенции. Хотелось бы просто, как для себя, отметить, что препарат еще активно изучается, это антимикробный, микробный, не специфический препарат, усиливающий действие антибиотиков, который способствует доживлению ран, так как, в общем-то, является субстратов для синтеза веществ, и улучшает настроение, повышает активность за счет модуляции синтеза соматотропного ромона, используя как противопухолевые и иммуномодулирующие вещества. В данном случае я хотела представить наше исследование, которое, в общем-то, показало, что пациенты молодого возраста с мягкой артериальной гипертензии на первый взгляд не имеющих химического проявления никакого, но все-таки обратившись к неврологу, имеют небольшой выпуск, это 30%, но все-таки признаки эндотериальной диспункции. И после этого откровения, на разное, как всего лишь 5 дней приема тимортина, пациенты имеют меньшую количество именно эндотериальную диспункцию, это показатель эндотериальной диспункции, то есть это комплексный показатель эндотериальной диспункции, то есть функция расширения сосудов на необходимый раздражитель. И увеличивается, в общем-то, вазоактивная такая сводка. Но в любом случае нельзя сказать, что делайте, пожалуйста, что хотите, принимайте эти вортины, все будет замечательно. На самом деле этот препарат показывает о том, что есть обративный, есть потенциал, основной шанс не допустить развития потальных событий, и, конечно же, это еще шаг к подготовке пациента, чтобы не кардинально изменить образ жизни. Именно оптимальный контроль за факторами риска, который развивает, вызывает вот эту эндотериальную диспункцию, а затем все структуры изменения, которые потом выливаются в сердечно-сосудистые фактальные события, то мы должны обязательно об этом говорить в инфляции, желательно на первичной, на этапе первичной профилактики, когда еще нет никакой инвалидизации. Мне понравилась фраза, это не моя фраза, это цитата, но, к сожалению, не стерся автор, поэтому я позволю себе сказать, что это не мое, но корректная эндотериальная диспункция при сердечно-сосудистых заболеваниях должна быть рутиной, обязательно частью терапевтических, профилактических программ, а также жестких эффективностей. Я имею большую надежду, что и этот препарат, и этот подход дойдет в свое место, пожалуйста, в следующий слайд в жизни. Спасибо за внимание. Следующий докладчик Сергея Макарна-Черенко у нас статей на повышение эффективности вторичной профилактики инфляции в больницах при армии и стратегии. Спасибо. Благодарю, пожалуйста, президент, члены президента. Коллеги, не покидайте нас, пожалуйста, долго черпите мои на стажа и все коллеги. Надеюсь, что нет. Спасибо. Хочу сказать, что, учитывая наши русскоязвичные, русскоговорящие костей, доклады на русском языке, и хочу сразу вас ориентировать на то, что материал предложен в этом докладе собственный, не литературные данные, как только и в меньшей степени, и сориентировать вас на основные задачи и основную идею моего доклада. Посвящена она анализу, это так разумно, анализу причин неэффективности, возможных причин неэффективности лечения артериальной гипертензии в рамках вторичной профилактики, которые принесли в первую инстуру. Анализ этих причин и возможность влияния на эти причины с точки зрения учета факторов воспаления. Я думаю, что будут все, если вы будете нажимать, я вам буду задерживать ответы. Действительно, старичные тяжелатики инсульта, как вы знаете, с одной стороны, базируются на том, что исследуются традиционные факторы риска, а ведь факторы риска первичного и повторного инсульта несколько отличаются, кроме того, что отличаются еще в зависимости от типа инсульта, патогенетического, дополнительные исследования традиционных факторов риска, новых нетрадиционных факторов, поиска новых факторов, возможных влиятельных факторов риска, и, с другой стороны, на выполнение мер вторичной профилактики. Хотя считается, что факторы риска повторного инсульта те же самые, по сути дела, из классических, что и первого инсульта, но, тем не менее, в отношении многих из них продолжается дискуссия, в отношении гиперхолестериномии, в отношении повышенного веса, в отношении диабета, насколько именно они способствуют повышению риска попробуемого инсульта. И, что касается инсульта, то есть, тут тоже большая коллекция этих факторов, и факторы воспаления, и гомоцистриин, и многие другие, я не буду рассказывать, что у нас на следующей статье. Вот, наше исследование показало, что у тебя подтвердило ту позицию, что артериальная гипертензия, независимо от патогенетического подтипа первого инсульта, хотя есть и ряд отвечающих факторов риска, но все-таки является универсальным фактором риска повторного инсульта. Убедительно доказана эффективность и необходимость лечения артериальной гипертензии, которая через 4-5 лет лечения способна сократить число повторного инсульта, почти на 30%. В меньшей степени изучен вопрос, насколько подопинность первого инсульта влияет на эффективность врачей артериальной гипертензии. Но, как вы знаете, это научная сторона вопроса, поиски факторов, а выполнение вторичной профилактики, притворение в жизни, это зависит от многих исполнителей и не всегда эффективно проводится в жизни. В первую очередь, это касается антигипертензивной терапии. Но даже в тех случаях, когда проводится гипертензивная терапия, и кажется, что должен быть эффект, и антитромоцитатная, и гипертензивная, и гипертензивная, далеко не всегда она эффективна. Но в отношении аспирина уже подбираются к объяснению причин, что это факторы резистентности. В отношении артериальной гипертензии не совсем понятно, почему так происходит. Наша задача была обратить внимание и поискать выход из этого положения. Нас интересовало, каким образом это может ассоциироваться с высоким уровнем воспалительных маркеров. Под маркером воспаления многие из нас уже эрудированы в этом смысле, относятся к сывороточной милой, молитвы клеточной адгезии, белый пероксидазу, маточную металлокотеиназу, либо ксишиназу, кибриноген, селептин, целептинный, вам известный звук, провоспалительные щепоткины и некоторые другие, пожалуйста, сперечные. Но эти маркеры не только индикаторы воспаления, но они в силу своей патологической роли, это тоже доказано, они могут быть мишенями для более агрессивной противоспалительной терапии. И многими работами показано, что присуществующее воспаление, высокий уровень в предметах маркеров, после первого инсульта, даже без инсульта, определяется в определенной степени риском сосудистой катастрофы. Пожалуйста, следующее. Вот как раз и целью нашей работы было проследить с точки зрения учета эффективности лечения нейтральной патензии, оценки рецидивов инсультов и связи портурных инсультов с состоянием воспалительного ответа у больных после первого инсульта. 211 больных проанализировано на протяжении трехлетнего периода исследования, большая работа выполнена. По партийкам больные распределялись. Таким образом мы будем становиться дальше. Только 54% больных регулярно принимали, относительно регулярно принимали гипотензивную терапию. У тех, которые принимали гипотензивную терапию, частота рецидива составляла 20,9%. В тех случаях, когда больные не принимали, это было 42,9%. И причем частота, достоверность появлялась после первого года наблюдения. Пожалуйста, следующее. Частота повторного инсульта или абсолютный риск наибольшим был, как видите, для карбиоболического инсульта при невыполнении режима гипотензивной терапии. Хотя, правда, и у тех больных, которые принимали гипотензивную терапию, тоже достаточно высокий был процент повторных инсультов. Что касается относительного риска, в целом, на плане не лечения артериальной гипертензии, риск возрастал больше, чем в два раза. Хотя достоверно это касалось, это адротромбатического и латунагного инфаркта, то есть микрососудистых заболеваний. Мы анализировали, с какими факторами риска ассоциируются повторные инсульты, в зависимости от патогенеза первого инсульта. Видите, что у каждого патогенетического подтипа есть такой свой профиль факторов риска, с которыми коррелировали повторные инсульты. Но тут и традиционные, и нетрадиционные, в том числе и провоспалительные компоненты, и цирреактивный белок, и глиноген, нейроспецифические антитела. Так вот, оказался следующий слайд, что общий для всех подтипа, независимо от подтипа, общий фактор риска, то есть общий показатель воспаления, который коррелировал с частотой повторных инсультов, это был цирреактивный протеин. Поэтому в последующем мы более детально обратили на него внимание с той точки зрения, как он связан с простыгивой, у больных, которые получали непотрезимую терапию и не получали, каким образом ассоциировалось это с формой воспаления. И с этим повторным инсультом. Прежде всего, у больных, которые принесли первый инсульт, независимо от того, была артериальная гипертензия или не было, не было отличий достоверных по уровню цирреактивного белка. Но вот, что касается у больных с повторным инсультом, достоверно оказалось, что концентрация цирреактивного белка у больных, у которых появился повторный инсульт, была достоверно выше. Более того, у больных, у которых цирреактивный белок был в верхней трети значений, то есть более высокие концентрации, даже эта группа больных по количеству повторных инсультов достоверно отличалась у больных, у которых уровень воспаления был более низкий. Частота повторного... Вот этот слайд говорит о том, что гипотензивная терапия в тех случаях, когда у больных был высокий уровень воспаления, достоверно не влияла на частоту повторных инсультов. Это такой интересный факт, который впервые, я думаю, вы здесь услышали. Он не в литературных данных, нигде еще не упоминается. Это собственные данные. Не было достоверного различия в частоте повторных инсультов, когда были высокие уровни воспаления. Даже у тех больных, которые принимали гипотензивную терапию, еще раз вернуться к предыдущему слайду, и те больные, у которых был низкий уровень воспаления, только у них гипотензивная терапия оказалась эффективной в отношении повторного, регулярно принимаемой терапии, эффективной в отношении снижения риска повторного инсульта. То есть из этого материала возникает вывод о том, что все-таки уровень воспаления, в частности содержание церептивного протеина, как манкера воспаления, независимо от того, лечится больные гипотензивные, гипотензивный репаратный репонент, он уменьшает, влияет на возрастание числа повторных инсультов. И таким образом снижает эффективность гипотензивной терапии. Таким образом мы приходим к выводу на основании этих данных, о том, что целесообразно включать во вторичную профилактику инсультов, естественно на фоне гипотензивной терапии, дополнительно включать препараты, которые модулировали воспалительные ответственности. Что касается противовоспалительных препаратов, я постараюсь оформить эту часть. На сегодняшний день не существует, несмотря на то, что патологически обоснована необходимость уменьшения воспалительного ответа после острой шиньи и в последующем необходимость влияния воспалительного ответа, что это совпадает, ограничение воспалительного ответа совпадает с лучшим исходом, с лучшим прогнозом. Тем не менее, экспериментальные данные, свидетельствуют пользу этого, нет клинических доказанных и рекомендуемых для клинического применения специфических противовоспалительных средств. Поэтому речь может идти за исключением антогонистов рецепторов эндогидин-1, которые в клинике показали улучшение нервического становления через 3 месяца после инфекции. Поэтому речь о противовоспалительном эффекте может идти только как о компоненте в составе глиотропного действия многих препаратов. Это и статины, фибрат, гниоцин, это и антитерноцитарные препараты, где перезамолкнуты дагрея, у них показаны противовоспалительные свойства. У гипотензимных препаратов, у блокаторов рецепторов, кангиодензимов, ингибиторов АПФ, показаны воспалительные элементы в их действии, механизмы действий. Даже многие связывают эффекты гипотензимных этой группы не столько иногда с самим прямым действием. Главным действием, механизм действия этого препарата, сколько с обосредованным за счет воспалительного пользования. Препараты системной энзимотерапии, петликсифилин, классический препарат, который показал свое противовоспалительное свойство. Нас привлекают и в свете этого доклада, и в свете этой работы препараты статины, поскольку это препараты, которые стоят во вторичной профилактике, по сути дела, на третьем месте после гипотензимных и после антитромботических. И вот говорил уже Тамара Сергеевна об исследовании СПАР, о том, что после этого исследования АТОБАСТАТИН законодательно рекомендован для применения во вторичной профилактике инсульта. Привлекает в статинах не только снижение уровня калестатиновых подвенческой плотности, клеотропные эффекты, и среди них, пожалуйста, вычислить именно противовоспалительные механизмы. Концентрированная была в этом пункте снижение фильтрации местной стенки микрофагами, снижение продукции антитреса для микрофагов и факторов воспаления. Наиболее изученный и современный, и участвующий, самым большим, по сути дела, в количестве мультфатронботических исследований, как с точки зрения первичной, так и вторичной профилактики, это АТОРВАСТАТИН. Он представлен разными, АТОРВАСТАТИНы представлены разными препаратами, но АТОРВАСТАТИН занимает значительно большой университет. Я не буду останавливаться долго на мультицентровых исследований, которые показали эффективность АТОРВАСТАТИНа снижения риска повторного инсульта, первичного инсульта, последующие исследования, и повторного инсульта. Единственное, что сейчас, хотя уже эти вещи, по сути дела, доказаны, роль статина в первичной, точной профилактике, ведется по линке в отношении дозировки АТОРВАСТАТИНа. Вот до, за последнее работание с 2 года, 80 мг, показано, что она недостоверно не влияет ни на смертность, недостоверно увеличивает, снижает частоту инфарктов, вместе с тем увеличивает качество побочных эффектов. Поэтому эти вопросы обсуждаются. Также такие вопросы влияния статинов, групп разных статинов, на пациента после первого инсульта с разным содержанием маркеров воспаления. Вот она, Сергеевна, называла розовостатин, который наибольший эффективен у больных с повышенным уровнем цирреактивного белка. У массы есть работ конкурирующих, где говорят, что, невзирая на низкий уровень цирреактивного белка, тоже эффективный. Поэтому этот вопрос пока еще не окончательно не нашел своего отражения однозначного. Вот часть наших больных, существенная часть, которые принимали этот розовостатин, принимала препарат Плитик, чтобы обратить внимание, он биологически идентичен, эквивалентен, и финальный розовостатин, имеет хорошие дозировки доступные, позволяет гибко их использовать, и быстрое, и мощное снижение уровня внутри гестреба, пристреливания высокой сложности. Вот это заключительная часть нашей работы, которая как раз после того, как мы выяснили, что маркер воспаления, высокий уровень воспаления снижает эффективность гипотензивной терапии, и таким образом ассоциируется с риском повторного инсульта, мы проследили часть больных, которые получали гипотензивную терапию, получали и анторгостатин. Это нас в геново-корбенском доставе, потому что у нас таких больных немного в Украине, с сравнительным процентом отношений, порядка 50-40%. Но и больных, которые гипотензивную терапию принимают, по нашим данным, 54%. Тем не менее, больные, которые получали этого статьи, независимо от уровня воспаления маркера, существенно снижены мисклотозные инсульты. Видите, 24,6, почти в два стандартных раза. Следующий слайд. Когда же мы... Следующий. Нет, никто доскачет. Теперь следующий. Теперь вот это вторая мысль, которую хочу донести. Те больные, у которых был уровень циррентивного белка повышен, причем это больные после первого инсульта, это не больные, так сказать, в процессе. Те больные, которые после первого инсульта не имели эти цифры на высоком уровне. Считайте, что генетически какой-то стильный, даже обусловленный вот этот высокий уровень макро-воспаления. Вот в этих случаях, когда гипотензивная терапия оказывалась неэффективной в плане снижения риска повторного инсульта, даже в этом случае атервостатин давал эффект. Видите, в два стандартных раза он уменьшал риск повторного инсульта. То есть из этого слайда еще раз убедительно, так сказать, явствует, что макро-воспаление требует коррекции и требует выяснения состояния атервостатинного ответа после первого инсульта. Во всяком случае в остром периоде инсульта. Поскольку мы не знаем, каким образом больные будут реагировать на гипотензивную терапию, будет ли достаточно эффективное начинение или нет, если не вмешаться в этот воспалительный ответ. Следующий, пожалуйста, стань. Таким образом, вывод следующий, что препараты, группа препаратов статина, способны уменьшить риск фоктонового инсульта, будучи добавлены к гипотензивной терапии. Кроме того, я бы хотела более шерфово просто поставить в следующий слайд. Что вообще влияние на воспалительный ответ – это большая терапевтическая задача и важная. Заработка стратегии, противостоятельной терапии, конечно, далека от завершения. И несколько себя, так сказать, не дискредитировала. На всяком случае, оттолкнула, может быть, вызвала пессимизм после неудачного завершения вторых фаз клинических исследований, специфических маркеров, специфических противоспалительных препаратов. Но на данном этапе можно все-таки уменьшать уровень воспалительного ответа за счет комбинации создания схем препаратов, которые обладают мультимодальными действиями и обладают претрообным эффектом. И создавая свое действие, имеет противоспалительный компонент. Ну, я бы вам на следующий момент. Хочу сказать, что очень часто мы уже привязаны к многим препаратам, которые, являясь нейропротекторами, очень часто используются в клинике и острого шейнического инцинкта, и потомного этапа восстановительной энергии. Это пентоксифилин. Единственное, что его, конечно, нужно употреблять в дозах гораздо более высокой, чем примен. Это, правда, сопряжилось побольше не есть, но только в этом случае достигается какой-то противоспалительный эффект. Такой препарат, как салтоселин, который, наверное, тектор и антиоксидант, активизатор метаболизма, себя широко зарекомендовал и часто применяется в клинике, у него следующий слайд. Есть в его среднем механизме действия, есть еще и такой механизм как модуляция воспалительной реакции, хотя и меньше, чем остальные свойства. Я в заключение хочу сказать, что все-таки выделяя группы рисков больных, у которых маркеры воспаления сохраняются на достаточно высоком уровне, желательно, конечно, чтобы это был мониторинг, как хоть какой-то двукратный, иногда трехкратный эти маркеры воспаления, чтобы убедиться, что они демонстрируют такую устойчивую тенденцию к повышенному содержанию. Вот в этих случаях желательно, конечно, учитывать при лечении этих больных в терапии, комбинировать таким образом препараты, которые имеют в своем спектре противоспалительный механизм, это и гипотензинные ингибиторы АПФ, либо сортаны, обязательно статины, поскольку тем более это уже введено, по сути дела, в ран рекомендации, и добавлять препаратами, которые вносят свой вклад в коррекцию воскресеньевого введения. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, в каком цельном уровне вы придете снижать все-таки показатели или походы для рисковых вкладов? Я, как раз, как вы заметили, мне делается масса снижения показателей вкладов для рисковых вкладов. Понятно, что назначение статинов сопряжено с тем, чтобы достичь целевого уровня, снижения этой рисковых вкладов. Но даже в тех случаях, когда назначались статины и при низком уровне, все равно эффект низкой проявляет. То есть тут немножко шире у вас стоит, чем просто снижение уровня либо по фейерности. Хорошо. Последнего докладчика нет. Так что я постараюсь не подключать ваше мнение. Нет, спасибо. Я хочу проверить. Я очень рада, что сегодня мы собрались на таком важном форуме. Форум нерологом. Он проводится не первый год. Проводятся не менее значимые заседания кардиологов, число которых это шутерия фирург, когда мы все занимаем активную жизненную позицию, боремся с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Ну и в общем успехи нашей борьбы примерно вот таковы. Да, чистота заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями в Украине продолжает неуклонно нарастать. К старости больше половины нашего населения успешно заболевают этими заболеваниями. Но в общем-то единственное, чем можно себя утешить, это то, что в мире происходит примерно то же самое. В общем-то, наверное, одной из причин того, что так происходит, как раз и есть то, что все наши форумы разделены. Мы собираемся отдельно кардиологами, неврологами, мы классифицируем заболевания, мы смотрим на все эти проблемы с разных сторон. И тем не менее, наверное, забывая о том, что каждая классификация — это все равно условный какой-то субъективный взгляд одного или не одного, или миллиона исследователей, каждый из которых видит только свою часть проблемы. А в общем-то, мир он удивит, да, и кто бы из нас что-нибудь видел на этой картинке, если убрать какую-то часть, то окажется, что того, чего видит другой, тоже, оно сразу разрушится, да, если убрать девушку, то у дедушки отвалится ухо, и дедушки уже тоже не будет, да. То есть, в общем-то, мир цел и един, наши пациенты комплексно невероятно, да, у них они обладают всем запасом вредных привычек коморбидной сопутствующей патологии, обладают, в общем, всеми проблемами, которые мы с вами можем рассматривать на всех наших заседаниях, и поэтому, наверное, нам нужно искать те отходы к лечению, которые нас будут объединять, а не разъединять, да, и когда мы все составляем схему лечения своих заболеваний, мы должны помнить о том, что сердечно-сосудистая система целая, единая, и одним из вот таких вот общих патогенетических механизмов ее нарушения является как раз эндотелиальной рисунцией. Сегодня уже говорила Марина Анатольевна замечательно об этой проблеме, но я, может быть, что облегчает мою задачу, чуть-чуть повторюсь, но вот эти две картинки, это здоровая эндотелия, и эндотелия пожилого человека с химической болезнью сердца. Это электронная микроскопия и невероятное увеличение. То есть для того, чтобы не показывать вам все, что происходит в эндотелии, когда человек заболевает, я просто показала вам две картинки, я думаю, невооруженную, главным заметно, что проблема есть. Еще эту проблему подтверждает это анализ очень большого количества исследований, которые показывают, что частота развития значимых сосудистых событий в зависимости от функционального состояния эндотелия при заболевании коронаврных и периферических сосудов значительно увеличивается. Опять-таки единство сосудистой системы. Я думаю, что если бы сюда вошли нейтральный паттераправленный кровоток, то было бы то же самое. Эдотелий очень гармонично развитый и очень умный орган, он очень тяжелый, весит почти 2 кг, выполняет очень большое количество функций. И что важно, он саморегулирующаяся система, потому что если он вырабатывает что-то для того, чтобы что-то улучшить, он в принципе вырабатывает реальный фактор, как правило. Эти факторы находятся в сбалансированном взаимодействии. И когда организм заболевает, когда факторы риска начинают его одолевать, тогда истощаются, конечно же, в первую очередь те, которые востребуются для того, чтобы компенсировать возникающие неполадки. И, конечно, наверное, один из тех факторов, которые он больше всего и лучше всего знает, страдает в этой ситуации больше всего оксид азота, потому что он позитивен во всем. У него вазоделекирующие действия, антитравматическое, фибридолитическое. Он регулирует состояние и системы гемостаза, и процессы реводирования сосудистой системы, и активность ангиогенеза конденсаторного. То есть все, что он может, все регулирует, поэтому он поступает на первых рядах защитников эндотелии и нашей сердечно-сосудистой системы, и, конечно же, страдает. Его роль очень велика в организме в целом. Не буду вам сейчас об этом все рассказывать и повторять. А вот кардиоваскулярная гемостазия, он выполняет все те функции, о которых я только что сказала. Для того, чтобы в физиологических условиях, для того, чтобы количество антитравматов увеличилось, организм увеличивает скорость кровотока, вырабатывает соответствующие стимулирующие гормоны, число которых относятся и нейрокормоны, ацетилхолин, эндотелин, партикинин, то есть по-разному можно стимулировать активацию эндотелия и активация трома образования тоже стимулирует вырабатываю. Но когда в условиях вот такой вот, ну как бы так, да, накатывающейся патологии, когда очень много факторов в нашем эндотелии пытаются уничтожить, убить и добить, вот тогда получается, что на пеноте уже эндотелиальная дисфункция, которая связана с дефицитом оксида азота. И это все связано может быть с дефицитом субстрата, с нарушением активности эндосинтаза и нарушением периферической функции оксида азота. Это основные такие моменты, самые простые. И поэтому, когда мы говорим о коррекции функционального состояния эндотелия, то мы тоже препараты, которые, ну как правило, чистых эндотелиопротекторов не существуют. Да, мы относим к эндотелиопротекторам очень большое количество препаратов, которые мы используем в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы и которые обладают приотропным дополнительным свойством улучшать функцию эндотелия. Это могут быть заместительные эндотелия протекторы, такие как метропрепараты и аналоги простоциклина, стимуляторы синтеза эндотелиальных вазодилататоров, те же ингибиторы ПЭЭТ, ингибиторы СОК-динстеразы, ингибиторы антагонисты эндотелиальных вазоконстрикторов, самые различные локализации их рецепторов, антиоксиданты и мембранопротекторы. Но если посмотреть, как действует основная масса этих препаратов, что мы вообще можем использовать в этой ситуации, то по первому классу их в качестве эндотелия протектора использовать нельзя. Ни метропрепараты, ни аналоги протоциклина, это понятно, потому что, ну, во-первых, завещать в такой ситуации вообще не полезно, иначе свое вообще перестанет зарабатываться. Кроме того, регулярно использование микрадов приводит к развитию толерантности к этому классу препаратов, все кардиологи об этом знают. Аналоги протоциклина вообще имеют очень жесткие показания их назначению. Если говорить о последних классах препаратов, то ингибитор РФ и блокатор рецепторов антиоксиданты статины, вы видите, они действуют на вот эти вот последние два звена, не компенсируя дефицит развивающейся субстрата, то, что нужно для того, чтобы образовался оксид азота. Ну и получается вот такая классическая картина, да, сначала лошадка ускоряется, потом она устает, а потом ей наступает к огнец. И, предположим, он есть у нас такой замечательный пациент, у него есть деньги, у него есть возможность обследоваться, лечиться, он получает замечательную комбинацию препаратов в соответствии со своим диагнозом. Да, у него есть химический болезнь, сердце гипертонии, сердечная недостаточность, он пациент высокого риска, он получает статины, блока-облокаторы, гидиторопер, ну, в общем, метаболическую терапию, все, что ему положено, и он все это исправно принимает. И из вот этой всей группы замечательных препаратов мы видим, что, опять-таки, ничего не меняется по сути. Остаются ингибиторы ПФ, стимулирующие активность иносинтазы, и остаются статины замечательные препараты. Без одного из этих препаратов нельзя обойтись в лечении. Но нужно помнить о том, что когда пациент болеет очень-очень-очень долго, а старики особенно, когда долго болеют, а у них еще и физиологические есть проблемы в этом плане, то им нельзя обходиться без замещения количества субстратов, да, потому что не из чего им будет вырабатывать оксид азота. И поэтому мы достаточно часто наблюдаем пациентов, которые получают полный комплект, казалось бы, рекомендуемых препаратов, и тем не менее, ну, как бы, заболевание ползет. Я не говорю, что это единственный вообще пункт и единственное, о чем нужно думать, но в принципе для об этом можно думать тоже, и я немножко позже подтверждю это. То есть на сегодняшний день существует очень много исследований, которые показывают, что препарат эвергенин улучшает очень много всего внутри сосудистого гомеостаза. Марина Анатольевна уже об этом говорила, я не буду повторяться в этом смысле. Я только хочу какие-то фактические данные показать, причем преимущественно зарубежных исследований, да, о том, что действительно эвергенин улучшает эндотерийозависимую вазотилитацию, он уменьшает, улучшает соотношение эвергенина и асиметричного анемики эвергенина, то есть он улучшает возможность функционирования эноксидтазы, он позитивно влияет на уровень эндотерийна и тоже улучшает функционирования и у больных с сердечной недостаточностью тоже, что в общем-то для них очень важно. У больных с ишемической болезнью сердца, я подобрала слайдик, с разными заболеваниями, да, чтобы было понятно, что это все работает на разных уровнях. Больные с ИБС, скорость кровотока в постэнергетическом сегменте коронарной артерии и диаметр просвета коронарной артерии увеличивается. Это вот, правда, институт Строжевска, это они провели исследование на больных с химической болезнью сердца, показали, что качество жизни больных и химической болезнью сердца при добавлении к стандартной схеме лечения эвергенина, диматина улучшается. В лечении с больных ХСН показано, что препарат, вот, и там насти, авторы показали, что увеличивает продолжительность теста с 6-минутной кровотой, улучшает качество жизни, но это освободируется на улучшение структурно-функциональных характеристик миокарда. У больных с ХСН и почечной недостаточностью добавление эвергенина увеличивает скорость клубочковой фильтрации. Это легочная гипертензия, да? Среднее давление легочной артерии снижается, резистентность легочной артерии тоже снижается. И вот наши с вами церебральные сосуды то же самое. Улучшает церебрительность сосудов. Показано, что чем более выражена патология, тем лучше ответ на эффект эвергинина. Ну, я думаю, что это тоже понятно почему, да? Есть на чем, на чем нам нужно. Кроме того, есть данные о том, что эвергинин лучше всего и наиболее показательно действует, когда его добавляют как раз к статинам и ингибиторам ВПФ. Вот это данные 2005 года, да? Где показано, что до лечения и после лечения, вот сравнение пациентов, которые получали только статины в длительное время, и когда этим пациентам добавили эвергинин. Ну, мне кажется, что это примерно иллюстрация того, о чем я говорила, да? Что когда уже этот механизм не работает, непосредственно препараты, нужно добавить субстрат. То же самое происходит на фоне ингибитора ВПФ. Именно почему вот эти два класса замечательно корректируется их функция добавлением к ним аргинина. Причем вы видите, что это данные не наши исследования, это данные в рубежном актах, а это уже наши данные. Это моя аспирантка, выполняя диссертационную работу, и она показывала, что ей не было изначально, потому что мы занимаемся компенциторным англокинезом. И мы лечили пациентов перед априлом для того, чтобы улучшить компенциторные англокинезы. Показали, что у 30% пациентов не улучшается не только англокинез, но и эндотериальная функция. Добавили элергенин, и ситуация улучшилась. Поэтому это было нашим таким вот, наверное, толчком к тому, что я вообще сегодня и делаю этот добавок. Поэтому терапевтический потенциал элергенина достаточно высок, он используется и используется при различных патологических состояниях, при любых заболеваниях сердечно-сосудистой системы. И для того, чтобы он работал эффективно и не назначать его, то есть нет панацеи, любой препарат, он должен быть назначен к месту, тогда он будет работать. А для этого нужно помнить о том, что сосудодвигательного функционального отеля очень легко и учить. Подходы принципиальные подходы. Два. Проба с реактивной гипермией и соксидинхолидом. А методы оценки основные. Три прибора. Либо мы изучаем динамику диаметра артерии, методом ангиографии или ультразвука, либо мы изучаем сосудистое сопротивление, методом аплодионной глидизмографии, либо объемную скорость кровотоков микрососудов. Это лазерная и топливовская артериометрия. Все эти методы международно известны, сертифицированы, очень легко делаются. Поэтому, когда есть проблема, когда пациент нормально лечится и вы не получаете желаемого результата, это не значит, надо закрыть глаза и назначить всем аллергии. Но надо просто изучить пункт эндотелия. Если вы не видите улучшения, значит не хватает субстрата. И поэтому я думаю, что если мы будем видеть картину целостной, гармоничной, вне зависимости от того, что вам не явно, мы будем все жить долго и счастливо. И статистическая картина динамики нашей патологии будет снижаться вопреки сегодняшнего момента. Спасибо за внимание. И за сегодняшний день наше до свидания объявляю и закрываю. Я желаю всем хорошего вечера, хорошего пункта, до свидания. Спасибо.